Доброго времени всем! Решил попробовать легендарные советские флюсы в ППУ-25 и хочу поделиться некоторыми изысканиями по этому поводу. Несмотря на то, что его производство давно прекращено, этот флюс все чаще стал появляться в магазинах и на торговых площадках. Одни увидели в нем альтернативу дорогим флюсам, другие просто используют его для рутинных задач. О самом из ППУ известно мало. Кроме того, что он использовался на производствах и официально никогда не продавался, иной информации нет. Однако люди постарше помнят его с хорошей стороны. Флюс достаточно активный и при этом считался безотмывочным. Но явно не для современного плотного монтажа. Состав флюса неизвестен, но кое-что мне найти удалось. Аббревиатура ФППУ расшифровывается как флюс паста паяльная универсальная. Есть в старых справочниках флюс ФПП. Различие в одну букву, возможно я ошибаюсь, но вероятно это он есть. Его состав метилэтилкетон или этилацидат 70-80%. Смола полиэфирная марки ПА-9 в количестве 20-30%. Видимо цифра 25 в названии и означает ее процентное количество. Смолы марки ПА-9 я не нашел, скорее всего имелось в виду ПМ-9. Вот как ее описывает производитель. Твердый продукт от светло-коричневого до коричневого цвета. Плотность при 20 градусах Цельсия 1,6-1,8 грамм на кубический сантиметр. Кислотное число 30-35 миллиграмм калий ОАШ на грамм. Температура плавления не ниже 75 градусов. Площадь растекания не менее 50 квадратных миллиметров при 260 градусах в присутствии припоя под 61. Смола полиэфирная ненасыщенная марки ПА-9 применяется для изготовления паяльных флюсов. Смола представляет собой раствор ненасыщенного полиэфира на основе диэтиленгликоля, малиинового ангидрида и фталевого ангидрида в стироле. Гарантийный срок хранения 1 год. Сейчас в продаже можно найти и ПН-9 и похожие на нее ПН-1, ПН-609, которые являются растворами полиэтиленгликольмалиенатфталата, растворенными стиролом, либо деметакриловым эфиром 3-диленгликоля. Даже по названиям ясно, что полезными для здоровья эти вещества не являются. И возможно поэтому флюс никогда и не предназначался для народного использования. Диэтиленгликоль, фталевый и малииновый ангидрид имеют третий класс опасности NFPA, который гласит, что кратковременное воздействие может привести к серьезным временным или умеренным остаточным последствиям. Предельно допустимая концентрация этих веществ в воздухе 1 мг на кубический метр, а мгновенно опасные 10 мг. Учитывая его популярность, мне хотелось бы ошибаться и надеяться, что в ППУ другие действующие вещества, хотя сами его характеристики намекают на обратное. Многие современные промышленные флюсы с аналогичной активностью и опцией безоткновочности также являются токсичными. Самое странное, что люди не только готовы покупать подобные флюсы, но и платить 1,5-3 тысячи рублей за 10 грамм. Вдвойне обидно за отечественных производителей типа Русфлюкс и Киберфлюкс, которые уже давно делают качественные флюсы для любых задач, не уступающие зарубежным абсолютно ни в чем. При этом в 5-10 раз дешевле, а главное безопаснее. В любом случае, что угодно лучше китайского NC559, после которого болит голова и хочется на воздух. Однако сидящая во мне алчная жаба не позволяет просто выкинуть его, но покупать еще раз точно не стану. Чем бы вы не паяли, общим советом будет всегда использовать вытяжку над рабочим местом или хотя бы дымоуловитель. Всем здоровья, всем пока!